К другим новостям. Этот октябрь для многих людей, выросших в советскую эпоху, особенный. Коммунистический союз молодежи отмечает 99-й день рождения. Ветеранов всесоюзного движения немало и в Люберцах. И им есть не только что вспомнить, но и что передать современной молодежи. Яркая молодость, любимая работа. И не минуты впустую. Именно так Любовь Лучинец вспоминает свою жизнь в Комсомоле. Много лет и силы она отдала работе членам бюро ЦК ВЛКСМ, работе в сельском хозяйстве. Но несмотря ни на что, она и сейчас готова к выполнению любой задачи. Ведь главное, по ее словам, быть при деле. Мало того, что я работала тепличницей, я все время занималась комсомолом. Мне все время хотелось что-то делать, делать. Я организовывала такие мероприятия у себя в совхозе. Ребят, надо быть честным и много работать. Но главными своими достижениями Любовь Лучинец считает рождение двоих детей, которые появились на свет в день рождения комсомола и в день рождения пионерии. Поэтому эти совместные праздники для нее важны вдвойне. Вспоминали комсомол с ностальгией и радостью и другие, собравшиеся в этот день. Сам Люберецкий горком комсомола у нас был. Он лучшим практически в Московской области, да и по стране всегда Люберецкий горком. Комсомол выполнял все задачи, которые ставились по воспитанию нашего молодого поколения. Комсомол воспитал плеяду замечательных, выдающихся людей, которые шли на любые подвиги, на любые комсомольские стройки, на любые большие, хорошие, добрые дела. Одним из важных моментов празднования Дня комсомола стало награждение. Под красным знаменем некоторым присутствующим вручили ряд правительственных и областных грамот. Награждается Сыромятников Анатолий Васильевич, президент фонда Титрова. Подожди аплодисменты. Помимо Анатолия Сыромятникова наград удостоились Александр Шабанов и Сергей Плитов. В следующем году в честь столетия праздника ожидается выпуск памятной книги о Люберецком комсомоле. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапочева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.